Белгородский студент Александр Кныш стал обладателем гран-при второго всероссийского научного форума наука будущего наука молодых. На суд жюри молодой человек представил систему технического зрения автономного транспортного средства. Мы встретились с Александром лично и узнали в чем суть его изобретения и какую пользу оно может принести водителям. Подробнее в сюжете. Устройство, которое придумал Александр Кныш, называется модуль обнаружения и трекинга автомобилей. Аппарат во время движения в режиме онлайн фиксирует все встречающиеся на пути транспортные средства и рассчитывает расстояние до объекта. В чем новизна нашей задачи? Мы пытаемся решить ее не с помощью каких-то датчиков, длинномеров, ультразвуковых датчиков и так далее, а именно уже решить на базе технического зрения. То есть мы используем только видеокамеры и все. Мы понимаем, что есть и плохая видимость, и туман, и грязь, начиная съемка. Но эти задачи мы не говорим о том, что мы придумаем универсально. Но хотя бы в дневное время суток мы пытаемся решить такую же проблему. Подобные модули обнаружения автомобилей уже существуют на Западе. Но они достаточно дорогие. Кроме того, их разрабатывают для определенной модели автомобиля. Идея Александра – сделать модуль доступным для каждого, ведь его польза для водителей неоценима. По статистике у нас 250 тысяч за прошлый год в ДТП попали. И порядка 25 тысяч с летальным исходом. Поэтому это, я думаю, будет очень актуально для нашей страны. Второй Всероссийский научный форум «Наука будущего наука молодых» проходил в сентябре в Казани и собрал выдающиеся молодые умы со всей страны. Более 600 студентов и любителей и 400 молодых ученых. На суд экспертов было представлено 320 научных разработок. Белгородскую область на форуме представляли пять человек. Студенты БелГУ в своей номинации заняли второе место. Они представили механический протез. Лучшим оказался только Александр Кныш. Это первый конкурс в его жизни. И сразу Всероссийский успех. Честно, хотелось победить, хотелось выиграть. Естественно, едешь и не просто так съездить, прокатиться. На седьмом небе отчасти было, если честно. Даже не передать словами. В подарок от организаторов за свое изобретение молодой человек получил гироскутер. Кроме того, параллельно со вторым Всероссийским научным форумом, там же в Казани проходил конкурс молодых ученых «Умник», на котором Александр также со своим изобретением оказался первым. В награду он был удостоен гранта в размере 500 тысяч рублей. А значит, уже в ближайшее время будет изготовлен первый прототип модуля обнаружения автомобилей российского производства. Олеся Веденеева, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.